Весы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на октябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конце месяца? В конце расклада я возьму карту совета, что вам высшие силы вам советует на протяжении всего месяца. И первая карта для вас на начало месяца – Двойка Пентакля. Двойка Пентакля говорит о том, что постарайтесь в начале месяца правильно распределить ваши финансы, правильно куда-то тратить, более сохранить ваши финансы, не растратиться там, куда не нужно. Здесь как-то нужно какой-то баланс в начале месяца, то, что касается ваших финансов. Давайте посмотрим следующая карта для вас – это Король Мечей. Король Мечей говорит о том, мужчина, это касается того, что вы должны более себя контролировать, более быть хладнокровным, более себя убрать, вот это мысли, да, растратить там, где не нужно. И понять, там нужно, там не нужно. Здесь нужно просто более, да, сохранить все финансы, а где-то нужно вот как-то оставить пока. Женщина, если это касается вашего мужчины, тех, которые в отношении, то у вас есть рядом такой человек, который постоянно вас контролирует, потом постоянно вас как-то держит на его балансе, да, как вы спрачиваете финансы, куда вы это, что вы купили, что вам это. Здесь как-то, знаете, говорится о том, что как-то и мужчина, и женщина, да, идёт какое-то наблюдение и какая-то именно равенство. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на начале месяца – это карта суда. Знаете, эта самая карта суда показывает, что высшие силы могут вас, да, мужчины, это касается вас, может, если вы не будете правильно что-то сделать в своей жизни и не обрубать, может, очиститься от чего, то высшие силы в своё время будут вас как наказание, да, дать какой-то вот именно, чтобы пройти какой-то урок. Но эта карта ещё говорит мужчины и женщины о том, что вы себя, как бы, знаете, когда сгореть дотла и возобновиться заново, да, восстанавливаться заново, как птица-феникс, дать себе возможности, да, построить себя, как, ну, как человека заново, да, как вот, я по этой карте всегда говорю, как маленький ребёнок, который учится первые шаги, так и у вас, вот, в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта, карта пятёрка кубка. Пятёрка кубка показывает на середине почему-то, показывает какая-то боль, какое-то страдание. Мужчины это может касать, что могут быть какие-то конфликты именно в ваших семьях, с вашими родными, с вашими близкими людьми, а у женщин это может быть ссора с каким-то человеком, с каким-то именно мужчиной. Но это может быть как брат, как муж, как, может быть, папа, дедушка, я не знаю. Но то, что у вас, постарайтесь, вот, знаете, на середине месяца не дать впитку, да, людей для того, чтобы вы потом сами, да, себя винили за что-то. И поэтому говорит о том, что контролируйте себя, контролируйте, может быть, даже ваших каких-то эмоций. Давайте посмотрим следующая карта, карта двойка жезлов. То, что я буду говорить сейчас, да, может это касаться только мужчины, да, а у мужчины могут быть то, что по родовой линии есть какая-то привязка из прошлого. И вот по суде нужно как-то дать себе возможности обрубить от родовых ваших связей, да, с вашими близкими людьми и восстановиться заново, да, наполняться заново. Здесь может как-то через какую-то работу, через мастера, да, вот именно то, что касается мужчины. Потому что здесь может быть и по родовой линии, да, что именно идет какая-то привязка, да, из прошлого. Давайте посмотрим следующая карта, следующая карта, карта отшельника. Отшельник дает себе вот именно в середине месяца возможности какой-то самоанализ, побыть сам с собой наедине. Не привязываться ни к людям, ни к близким людям, ни к тем людям, которые даже вы хорошо относите. А вот просто брать возможности, делайте себе, да, какой-то путь новый в вашей жизни, да. Вот может быть, я вам скажу, что здесь только через какую-то обрубку, да, через какое-то осознание вы можете, да, восстанавливаться, да, как птица в фениксах через каких-то работах. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, карта смерти. Мужчина и женщина, это может вас касаться, то, что по родовой линии нужно что-то работать, обрубить. И это вы прекрасно можете понимать. И здесь может быть касаться, что у вас чувствуется очень сильно по финансы. Это здесь нужно по карте смерти, знаете, перерождаться, да, восстанавливаться за нас, завершить какой-то период, да, старой в вашей жизни и начинать, да, уничтожать сами, по косе, да, сами убрать из вашей жизни и дать себе новые возможности, новые какие-то восстановления. Но только через, может быть, то через каких-то работ. И здесь может быть именно то, что касается ваша родовая. Но те, смотрите, для некоторых могут, хочу сказать, что в прошлом были, как мужчина и женщина, потеря близкого человека. И почему-то пока у вас есть эта боль, да, это у вас еще тянется, да, до сих пор. Но высшая сила вам говорит, что перестаньте, да, себя уничтожать. Начинайте новый свой, ну, какой-то, новый какой-то этап. Не привязывайте вы к прошлому, да, но то, что когда вы не можете, да, вернуть себя от человека и не быть там постоянно в одиночестве. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта, восьмерка Пентакли. Работа над собой. Вы мастера, вы люди, которые вы знаете. Но почему-то у вас есть такое состояние, что все будет зря. Что бы вы ни сделали, для вас как-то это впустую. То, что касается мужчины, если это работы, то, что вы думаете, что то, что вы делаете на сегодняшний день, это впустую, да, никакие финансы, никакие, да. Но все свое время. Вы получите все тогда, когда вам нужно будет. Но только через какой-то работы, через какие-то отработки. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют для вас, мои дорогие весы. Карта совета. Только через предательство, через боли, через страдания, через каких-то ситуаций, которые вы не ожидали, что, да, вот такой близкий человек с вами поступит. И здесь нужно просто пройти этот период, да, завершить. Может, нужно какие-то общения прекращать, да. Может, вы понимаете, что люди неправильно с вами поступили. Вам тяжело уже находиться. И вы у вас находитесь вот в этой состоянии, когда вам больно, скребет изнутри, да, какая-то вот тяжесть на душе. Поэтому, мои дорогие, конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропустить новое видео, подписываемся на YouTube-канале.